Всем привет! Сегодня готовим вкусные хрустящие чебуреки с творогом, вернее это с сыром, с вкусным сыром, с солоноватым сыром, получается очень вкусно, с корыночком, вкусная начиночка, готовим. Приготовление начнем с теста, ему надо еще полежать минут 15, поэтому обязательно с теста. Итак, в емкость наливаем воду и в нее отправляем растительное масло, вот я взяла 50 миллилитров, где-то 30 добавляю, а 20 еще оставлю немножко. Итак, что же добавляем? Сахар, соль, дальше добавляем разрыхлитель и добавляем муку. Значит, смотрите, добавляем частями, чтобы замесить мягенькое тесто. Вот чуть-чуть замесили первую партию. А теперь будем добавлять муку и вымешивать руками, чтобы чувствовать тесто, чтобы оно было мягкое. Яйца сюда в тесто, в само, я не добавляю. Значит, смотрите, добавляем еще часть муки. Убираем ложку, она не нужна. И теперь вымешиваем. Тесто должно получиться мягкое, не липнущее к рукам. Итак, всю муку вмешали, тесто получается мягусенькое. Теперь добавляем остаток растительного масла. Это где-то столовая ложка, 2 столовые ложки. И еще вот так вот вымешиваем в растительном масле. Тесто надо дать полежать минут 15-20, пока подготовим всю начинку. Комочек теста получается мягенький, не липнущий к рукам. Заверните в пищевую пленку или так, оставьте полотенечком, накрыть и пусть 15-20 минут полежит. А мы начинку сделаем. Начинку я буду делать творожную. Возьмите, в принципе, любой творог подойдет, но я рекомендую брать жирный. Тогда они вкусные, сытные получаются. И еще творог обязательно нужно посолить. И если еще продается солоноватый такой творог, он, кстати, тоже сюда очень хорошо подходит. По специям что добавляю? Паприку, перец, прованские итальянские травы, я добавляю чайную ложечку. Любой зелени, у меня сухая петрушка подойдет, свежая, любая какая есть. Дальше, что еще? Два яйца, смотрите. Два яйца, вот так вот взбиваем. У меня они такие мелковатые были, я два взяла. Если у вас крупненькие яйца, хватит одного большого. И так, перемешиваем сейчас творог с яйцами. Добавляем свежепореженный зеленый лучок. Купите или вырастите в стаканчиках на подоконнике. И сыр. Значит, сколько сыра? Ну, сколько есть? 100-50 грамм, сколько есть? Вот я вот так вот немножечко положу. А это себе оставлю, я еще потерла. Я сегодня буду делать картофельные шарики. Тоже будет очень вкусно, поэтому оставлю еще сыр туда. Итак, все перемешиваем, начинка готова. Значит, сегодня у меня чебуреки не мясные, а вот такие вот творожные. Но я хочу, чтобы они были очень вкусные. Сейчас расскажу нюанс по поводу сыра. Какой лучше добавлять в такие чебуреки. Итак, по поводу сыра. Если вы можете положить микс разных сыров, совершенно разные, знаете, как в пиццу 4 сыра, добавляйте. Тут будет именно играть вот именно вкусовая вот эта барва. Поэтому найдете разные 4 варианта сыра, положите, чтобы оно было и солененькое, и пикантное, и вот такое все вместе играло. Добавьте соль по вкусу, чтобы вам прям было хорошо, отчетливо, вкусно, знаете, чтобы в чебуреках оно ярко выражено было. Кто-то любит и козьи, и овечи, и разные добавляет, поэтому, ну вот, как, например, говорю вам, как в пиццу 4 сыра, поэтому, но можно сыра больше. Можно творога уменьшить по количеству, а сыра разнообразия положить больше. Поэтому тут смотрите, кто на что гораст. Итак, тесто полежало, делаем из него такую колбасу и нарезаем на кусочки. Чебуреки можете взять большие, маленькие, какие хотите. Значит, разрезаем тесто пополам. И это. Значит, получается 8-10 штучек. Смотря какие большие или маленькие вы будете делать. Чтобы тесто хорошо поделилось, раскатываем в колбаску. Чем-чуть длиннее, чем вам надо. Почему? Потому что оно потом обратно чуть-чуть съеживается. Так, я нарежу каждую на 4 части. У меня будет 8 штук. Вот так. И эту тоже самое. Раскатываем в тоненький пласт. Муку я больше не додаю. Тесто, видите, хорошо вымешалось. Оно чуть-чуть было с маслом, поэтому муки можно не добавлять. Просто вот так на столе раскатываете в тоненький круглый пласт. Блинчик. Теперь выкладываем и вот так вот распределяем начинку на одну половину чебурека. Как обычно мы их готовим. Если вы впервые такое делаете, тесто нужно раскатать очень тоненько. Выкладываем начинку не больше, чем сантиметр толщиной. Вот так. Теперь приподнимаем край теста. Теперь смотрите, что делаем. Когда накрываете, делайте так. Вот отсюда, вот так, чтобы воздуха не было. Видите, вот так. Так, чтобы тесто хорошо прилипало к начинке. А теперь со всех сторон пальчиками просто вот так вот прижимаем. Ну, я думаю, что все как минимум делали чебуреки. Как минимум в детстве с мамой. Так, все, смотрите. Вот так. Теперь обрезаем тарелочкой. Или ножом для пиццы. Можно, в крайнем случае, просто ножом. Излишек теста. И теперь... Ой, это что-то тут даже край большой. И теперь переносим на досточку. Можно, я вот присыпала мукой, а можно на стол смазанный растительным маслом. Я сначала все подготовлю, а потом буду жарить. Итак, жарим их на разогретом масле. Значит, я делаю так. Средний огонь, потому что начинка по факту, она быстро приготовится. Нужно, чтобы тесто приготовилось. До золотистого цвета с двух сторон. Я выкладывала их на муку, поэтому немного вот так вот муку убираю. Смотрите. Вот так. Жарим по 2 штучки на сковородке, чтобы легко было переворачивать. Делайте средний огонь, тогда оно равномерно золотится. Переворачиваем и с другой стороны. Когда подзолотились, переворачиваем на другую сторону. И золотим с другой стороны. Готовятся они быстро. Можете жарить сразу на двух сковородках, чтобы было быстрее. Вот так. Вот такая красота получается. Золотистые и красивые. Хрустящие, сочные чебуреки готовы. Получается такая хрустка с куринком. Внутри вкусная начинка. Готовьте разную начинку. Можете делать и мясную, вот такую вот творожную, кисломолочную, как я дала. Делайте варианты вкусов, чтобы было побольше микса вариаций сыра, чтобы она прям такая солененькая была. Ну что, что может быть лучше? В такую погоду у меня сегодня снежно. У нас прямо очень снежно. Вкусный теплый чебурек и чай. Черный, с лимоном. Вот так, смотрите. Как рэк. Слушайте, очень вкусно. Значит, начинки много, тесто тоненькое, и тесто очень-очень вкусное. Можно делать разную начинку. Можно даже уже готовую начинку добавлять. Просто моя Настя, она не очень полюбляет чебуреки с сырым мясом. Знаете, как они готовятся? Они же с сырым мясом, на сковородочку жарятся. Она любит, чтобы начинка уже была готовая. И тогда, когда она обжаривается в тесте, она говорит, мама, мне такие нравятся по вкусу больше. Ну, это дети, знаете, вот они еще чуть не доросли, наверное, до определенных вкусов. Ну, тесто отменное. Начинки можете делать разные. Мне такая очень нравится. Когда варианты миксы сыров, чтобы солененько было и перчоненько было прям хорошо. Все, ловите новый рецепт. Готовьте такой обед. Пирожочки, которые можно просто тягать в течение всего дня. Ну, как пирожочки, это такие чебуреки, чебурыки, чебоксары. Все. Всем приемного. Всего я люблю. Бувайте, па-па.